Здравствуйте, друзья! Сейчас мы с вами поиграем в Swords and Soldiers. Так, press mouse button, выбираем профиль. Гость. Нет, я не гость. Так, набираем. О-о-о, батенька. Значит, набирать-то нам вот так вот, да, надо? Окей. Сейчас. Так. Ага. А больше нельзя. Ну, тогда давайте сделаем вот так вот. Оп. Все, accept. Single player. Я поиграю в компанию. Так, ацтеки и китайцы нам недоступны. Доступны только рыжие волосатые викинги. За них и поиграем. Так, выберем. Двойным щелчком нельзя. Зато можно нажать на старт. Вождь, вождь. Что такое? Я ем. Так, черная борода собирается разграбить наше барбекю. Ну, точнее, испортить. Что? Конечно же, этого нельзя допустить. Мы должны защитить наш замок. Высылай нашу армию. Ну, у нас нет золота для того, чтобы нанять солдат, сэр. Вы потратили... Мы потратили все наше золотишко на запасы для барбекю. Так, и нам теперь говорят, что нам нужно больше золота. Купить больше собирателей золота. И для этого нужно на них нажать. Цель миссии. Уничтожить солдатов. Войска черной бороды. Ну, давайте. Чернобородова. I'm ready. Сказал голдмайнер. О, это замечательный золотодобытчик. Построй еще. О, действительно, замечательный золотодобытчик. Я буду звать ее Брунгильда. Так, еще один золотодобытчик. Это Хельга. Остальные имена не буду выдавать. Хватит и так. Еще хочу. Ага. Достаточно собирателей золота на текущий момент. Кликни на нашей базе или на кнопке апгрейда для того, чтобы купить апгрейд на берсерков. И построй пучок воинов. Так, вот они, берсерки. А, все, мы получаем доступ к берсеркам. Или берсеркам. Тут уж кому как нравится. Но я хочу еще сделать голдмайнера. Хотя бы одного. Ну, тут туман. А, тут нас уже ждут, судя по всему. Да? Да, очевидно, ждут. Но я сделаю еще голдмайнера. Мне кажется, не помешает. Ну, вот, наверное, на нем остановимся. И уже... Так я же уже... А, это мне намекают на то, чтобы хорош уже засиделся. Начинай воевать. Хорошо, вот вышел наш берсерк. Суровый. Северный мужчина. Они сильные воины. Это я вижу. Как молотят друг друга, а? Почем зря. Ага. Возможно, нам потребуется больше этих бойцов. Я уже сам понял. Так, давайте еще берсерка возьмем. Будем штамповать до победного. Так. Золото нужно для покупки юнитов. Мана нужно для того, чтобы использовать заклинания. Мы должны использовать заклинания для того, чтобы помочь нашим войскам в бою. Теперь ты можешь проапгрейдить себе заклинание лечения на нашей базе. Использую его для того, чтобы залечить раны своих бойцов, собственно говоря, в бою. Вот, покупаем заклинания за 120 денег. И мне нужен еще берсерк. Не, мне, наверное, нужен еще голдмайнер. А то что-то как-то мне не получается спамить. Так. Теперь ты можешь использовать заклинание лечения на своих войсках. Кликни по нему. И потом выбери юнита, которого ты хочешь вылечить. Окей. Хочу вылечить вот этого братьюню. Еще раз. Нифига себе его молотят, а. Ну, ничего. О, справились. I love gold. Так кто ж не любит-то? Так. Ты можешь скролить экран быстрее, используя стрелочки. Ну, ты уже сам догадался. Спасибо. Лечим. А, мана кончилась. Черт побери. Твои прихвостни недостаточно сильны против моей армии. Твое барбекю стало нашим. Было ваше, стало наше. Говорит черная борода. Еще берсерка. Ого, нифига себе. Блин. Быстрее. Мана, 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 мана. Лечить. Ааа, парнишка. Ничего, сейчас придет подмога. О, так а все. Все, наша база в безопасности. Чудесненько. Золото собрано. Золото собрано, спеллов с кастома. Ну, в общем, статистика обычная. Так. Вторая миссия. А, ты действительно показал этому вождю, у кого самый большой гриль. Ага. Ну да. Действительно. А теперь в вызове нашего поставщика мясо. Нам потребуются большие стейки, чтобы отпраздновать победу. Так, он звонит поставщику. Да, а кто этот? Это солдат номер 766-466. Я звоню от шефа красной бороды. С базы шефа. Ну, точнее, у кого шефа. С базы вождя красной бороды. Я хочу заказать несколько больших стейков. Это не самое лучшее время. Понимаете, мы атакованы. Тут сосиски прям буквально везде разбросаны. Я должен идти. Так. Как там его? Блин, вечно забываю. Вождь! Наш поставщик мясо атакован. Может быть, нам помочь ему? О нет, наше мясо. Конечно, он будет защищать мясо. Надо любить мясо. Он даже на любой фотографии, судя по всему, с мясом. Мы здесь, чтобы помочь нашему поставщику мясо. Вот и наш поставщик. Очень приятно тебя видеть. Мои метатели топоров натренированы только для того, чтобы атаковать цели на дальней дистанции. Но у меня, естественно, берсерки. Наши солдаты быстры. И мы покараем этих захватчиков. Мы не дадим тебе погибнуть. Друг в нужде. Это друг с мясом. Ну понятно. Типа шуточки. Помоги защититься. Ну понятно. В общем, нужно помочь защититься. Но сначала обустроимся экономически. Пару голдмайнеров сделаем. Давайте, брунгильды, тащите мешки. Главное, получается, работают женщины. Таскают золото. Но они статные такие. Сдюжат. Все, мне кажется, так. Хватит. Пора уже заняться апгрейдами. А то там сейчас... А-а-а. А, мы теперь можем проапгрейдить нашу регенерацию маны для того, чтобы кастовать больше с заклинаний. А, черт, их уже атакуют. Блин, срочно, берсерки. Э. А, не. Все, спокойно. Пока все спокойно. Берсерк, берсерк, берсерк. Быстрее, быстрее. Его же сейчас... Черт, неужели я совершил ошибку? А, нет, нормально, пока держится. Все, два берсерка для начала. Я думаю, будет достаточно. Ладно, три. И голдмайнер. Так, а теперь уже... Возьмемся за апгрейдики. Ман-регенерация. Ну, пока особо регенерировать нечего, но ладно. Так, еще голдмайнера. Теперь вот этого берсерка. Еще берсерка. И нужен... Так, стоп. Я еще не... А, нет, я изучил. Мне нужно просто... Спэм лечения. Еще один голдмайнер. И сейчас наляжем на берсерку. Нифига себе, он молнии бросает. Ну, ладно. Ладно, я отомщу. Я затаил. Я отомщу. Так, давай-ка, парень. О, вовремя. Однако ж. Так, сейчас мы тебя... Сейчас мы тебя подлечим. Будешь как новенький. А новеньких еще наделаем. Так. О, хорошо. У меня сейчас... В принципе, мои золото-собирательницы копают золото быстрее, чем оно мне нужно. Быстрее, чем оно мне начинает требовать. О, все. Грабим вражескую деревню. Заберем у них все мясо. Для нашего вождя. Мясоеда. Так. Сюда. А, черт, мана кончилась. Ну, ничего. Мы уже тут все на финишной прямой. Тут у меня целая пачка берсерков. Сейчас они всех тут живенько покарают. И еще на подходе, ребятки. Ну, все. Тут уже вопрос решен. Да. Мы уничтожили его базу. Хорошая работа. Спасибо за помощь. Черная борода ушел. Со всем нашим золотом. Мы его достанем. И ведь достанем. Вот он плачет. Побежденный. Так, миссия 3. Пожалуй, сыграем еще одну-две миссии. Вот. И я думаю, уже на этом закончим. Так. Черная борода добрался до побережья. Так. Если мы будем двигаться быстро, мы можем поймать его. Можем до него добраться. Мои метатели топоров пойдут с тобой. Хорошей охоты. Спасибо и всего доброго. Пусть... Как это называется? Тандерлайт. Молния Тора будет с твоим барбекю. Да. Мясная тема. Рефреном звучит через всю игру. Так. Черная борода... Определенно где-то здесь. Его люди тут шастают повсеместно. Здесь нет золотых рудников. У нас будет только определенное ограниченное количество золота, которое мы сможем потратить. Это единственный путь добраться до побережья. Ну, вообще-то здесь есть два варианта. Так. И вот они. Мы можем пойти по главной дороге. Она хорошо защищена укрепленными башнями. Но мы получим шанс захватить некоторое украденное золото. Так же мы можем пойти по окольной дороге. Меньше охраны, но так же и меньше награды. Выбор за тобой. Я выберу главную дорогу. Так. Кликните по дорожному знаку, чтобы пустить своих солдатов по другому пути. Но мне это не нужно. Мне нужно пустить солдатов по пути основному. Так. И помни о том, что ты можешь потратить золото только в определенном количестве. И проверь новые апгрейды. Достигнуть побережья наша цель. Так. О, боевая магия есть. Отличненько. Я возьму молнию. Я возьму регенерацию. Я возьму метателей. Я возьму берсерков. Да я сейчас все возьму. Даже лечение. Хотя нет, лечение брать не буду. Нафиг надо. Надеюсь, что он, в общем, и не понадобится, на самом деле, так. Так, 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 так. Берсерк этот. И... Привет, парень. Все, до свидания. Ха, слабенький. Так, еще метателя. Тебя мы сейчас живенько-быренько обезвредим. Хм. Ну, в общем, не сложно пока. Так, и еще сделаем берсерка, питателя. И получи. Получи. Отлично. Мы тут пока поработаем на упреждение немного. Так, чего-то там не видать, да, пока? О, все. Парнишки. Наверное, мне стоит все-таки изучить заклинание лечения. Как-то опасно тут становится. Так. Метатель топоров. Оп, метатель топоров. Лечение. Молния. Лечение. Метателя подвалили. Еще метатели. Нифига себе, сколько у нас тут метателей-то, а? Еще метатели. Все, готово. О, ману. Класс, да у меня теперь маны куча целая. Можно даже позволить себе вот этих поубивать. Ой, нет. Зря я себе это позволил. Я не мог себе это непозволительно. Так, а не, хотя вполне себе позволительно. Все, отлично. У меня даже мои метатели топоров не успевают дойти. Берсерки все делают. Все. Давай. Так. Так. Все, да? А, нет, еще. Сначала того, который сверху сидит. Что ты говоришь? Как раз... А, я не успел прочитать. Он уходит. Ну, понятно. В общем, он уходит. Тут и читать, в общем, не нужно. И так все ясно. Да, мои метатели топоров даже так особо и не поучаствуют. А все, мы, похоже, добрались уже до мяса. Точнее, до лагеря пустого. Ну, в нем мясо, естественно. Я все еще могу видеть корабль черной бороды. Давайте достанем его в открытое море. Ну, что ж. Наверное, на этом мы свое ознакомление со Swords and Soldiers закончим. Ну, что я могу сказать. Достаточно такая забавная стратежка, простенькая. Вот. Но я думаю, что такой в качестве сессионного геймплея зайти на 5-10 минут весьма такая неплохая штучка. Опять же, сделанная с некоторым юморком. Вот. Так что для того, чтобы просто расслабиться в свободное время, мне кажется, вполне себе неплохой вариант. Всем тем, кто заинтересовался, рекомендую с ней самостоятельно ознакомиться. Большое спасибо вам за то, что смотрите мои видеоролики, друзья. И до свидания.